Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Забота о пернатых друзьях. В Центре помощи птицам выхаживает выпавших из гнезд птенцов со всего города и окрестностей. Заплатить за коммуналку, не выходя из дома. Городские власти и руководство Кредитуралбанка пытаются решить проблему миллиардного долга населения перед ресурсоснабжающими организациями. Иоланта с московским акцентом. Магнитогорский театр оперы и балеты готовит горожанам очередную громкую премьеру. А сейчас о событиях и других событиях более подробно. Весна и начало лета – время, когда пробуждается природа. Птицы вьют гнезд, да и выводят потомство. Но, к сожалению, деревья в городской среде часто оказываются для этого непригодны и из гнезд выпадают птенцы. Они не могут самостоятельно позаботиться о себе и обречены на гибель. К счастью, в городе есть люди, которые выхаживают этих птиц, а потом выпускают их на волю. В центре помощи птицам побывал Павел Берсенев. Вот этот сорочонок вместе со своими двумя братьями выпали из гнезда примерно полторы недели назад. К сожалению, один из птенцов получил сильную травму и выжить не смог. Двое оставшихся нашли приют в центре помощи птицам. Посчастливилось выжить и вот этому вороненку. В центре пернатых любят и восхищаются их красотой. Принято считать, что у них глаза черные. У них глаза темно-темно-синие, как море, которое перед бурей. То есть, если посмотреть, это только зрачки черные на самом деле. Каждый из попавших сюда птенчиков проходит обследование у ветеринара. Да и за годы работы центра, а ему уже более 20 лет, поведение птиц и особенности ухода за ними изучили досконально. Их куда кормят, важно кормить вот по верхнему небу, потому что на нижнем у них находится дыхательный канал. Если пища туда попадает, он вдохнется. В этом центре, который расположен в клубе «Черный дракон», изначально помогали только хищным птицам. Со временем дети стали приносить и галок, и воробьев, и голубей. Всех, кому не обойтись без человеческой поддержки. Теперь детские голоса здесь можно слышать ежедневно. Они не могут птице сделать больно. Взрослые, бывает, это намеренно делают. А дети, они не могут. Они понимают, что он может страдать. Они более чувствительны к этому. Они такие вот маленькие, такие, легко наступить на них и все. Какие достижения с каждым разом проявляются. Например, как первый раз птиц встал на ноги, и уже его, например, мать учит летать, и он взлетел. Это его первое достижение. Такая забота о живых существах формирует по-настоящему гармоничную личность, уверена педагог центра Екатерина Конопенко. И глядя на счастливые, горящие глаза детей, с этим сложно поспорить. Вот она истинная духовность, о которой много говорят. И формируется она здесь, конкретными поступками, а не пустыми словами. Вот это качество душевное сопереживать и умение вовремя поддержать, оно дает свои плоды и в дальнейшей жизни. Потому что люди, которые умеют это делать, они это проявляют ко всему вокруг, ко всем живущим рядом. То есть неважно, это собака, кошка, птица, человек, другой ребенок или кто-то еще. То есть это формирование определенных душевных качеств. Пройдет всего несколько недель, и эти пока беспомощные птенцы окрепнут и смогут улететь. А их место займут другие птицы. Жизнь, она крепит жизнь. То есть если мы продолжаем жизнь, если мы ее поддерживаем, то и поддерживаем не только вот эту маленькую жизнь, но и все в целом жизнь. Потому что мы взаимосвязаны все вместе. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН Продолжаем выпуск. Более 30 подростков Орджоникидзевского района вступление во взрослую жизнь запомнят надолго. Государственный документ, свидетельствующий о полных правах гражданина, паспорт, им вручали в знаковом месте – музее ММК. Перед ребятами с напутственным словом выступил депутат Законодательного собрания области Анатолий Брагин. Здесь в музее все буквально пропитано историей магнитки и страны и гордостью за наших легендарных предков. Даже стопка новеньких паспортов и ведомостей расположились на историческом экспонате, письменном столе военного директора магнитки Григория Носова. В церемонии предшествовала экскурсия по музее, во время которой его директор Елена Брызгалина рассказала собравшимся о том, что вручение паспортов, достигшем совершеннолетия подросткам, в стенах музея ММК – давняя, но в свое время забытая традиция, возрождение которой будет на пользу патриотическому воспитанию молодежи. Анатолий Брагин, в свою очередь выступая перед новыми гражданами страны, говорил о том, что быть гражданином России – это прежде всего быть патриотом. Поэтому музей предприятия, сыгравшего такую важную роль в становлении, развитии и защите страны, как нельзя лучше подходит для осознания себя частью великого целого. Именно здесь осуществляется та самая незримая связь временной поколений, прошлого и будущего. Вы становитесь полноценными гражданами великой страны, которая называется Россия. И вы то поколение, которое будет в 21 веке модернизировать страну, идти вперед, и город Магнитогорский, Челябинская область, и вся Россия будет в ваших руках. После того, как все документальные формальности были утрясены, участники мероприятия сфотографировались на память. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. К другим темам. В преддверии Дня России губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил государственные награды южноуральцам. В их числе оказались общественные и государственные деятели, работники здравоохранения, культуры, образования и спорта. Среди награжденных несколько магнитогорцев. «Приветствуя участников торжественной церемонии, Борис Александрович отметил, что в зале собрались лучшие представители Южного Урала, чьи высокие профессиональные достижения отмечены федеральными и региональными наградами. «Вдвойне приятно, что вы, профессионалы, востребованные в любой точке России, остаетесь преданными Челябинской области», – подчеркнул глава региона. В список награжденных вошли четыре магнитогорца, трое работников компании «Ситна», а также начальник управления здравоохранения администрации города Елена Симонова. Елена Николаевна получила из рук губернатора Бориса Дубровского медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени». Таким образом, власти отметили ее трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Удобный платеж как средство погашения миллиардной задолженности. Серьезно обеспокоенные растущими долгами населения за коммунальные услуги городские власти и руководство Кредит Уралбанка разработали беспрецедентные по масштабам комплексы услуг, облегчающие хлопоты клиентов Куба в части коммунальных платежей. О новой опции уже широко известного горожанам пакета «Куб Директ» представителям трудовых коллективов группы компании ММК рассказали в стенах Центральной лаборатории контроля качества на специально созданном по этому поводу семинаре. Игорь Гурьянов подробнее. Осуществление коммунальных платежей, что называется, по безналу – вещь уже распространенная, удобная и положительная, оцененная пользователями. Пойти еще дальше – город и банк вынудили колоссальные долги населения перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день сумма перевалила психологическую отметку в миллиард рублей. Много это или мало – судите сами, если учесть, что весь городской бюджет за год составляет от 7 до 10 миллиардов рублей. На встрече банковских работников и представителей трудовых коллективов речь шла также о том, что немалую часть должников составляют работники группы ММК. Многие не по причине природного негодяйства, все гораздо банальнее. Кассы и РКЦ не корректируют график работы с окончанием смены на комбинате. Собственно, те работники, что бы и рады заплатить, но некогда, времени нет, еще десяток вполне уважительных причин и станут первой целевой аудиторией новой услуги. «Таким образом можно оплачивать три квитанции, которые присылает к вам РКЦ. Это по управляющей компании, теплофикации, водоканал. Таким образом можно оплачивать свет, это мы. И также можно заключить догсоглашение на оплату газа, это новотек». Расчет при разработке проекта был таков. Удобство так организованных коммунальных платежей первыми оценят металлурги и их семьи. Затем схема должна распространиться на сторонних клиентов Куба. Как пояснили специалисты финансовой организации, несмотря на централизованный характер старта проекта, колхоз сделал добровольное, услуга будет подключена только после соответствующего заявления, бланки которых будут в цеховых ботизах. Также банкиры обещали, что ни копейки лишние не возьмут, платежи будут осуществляться по факту квитанции. Получать их житель будет уже с пометкой «Оплачено». Поможет ли новая услуга снизить долги по коммуналке, покажет время, которое необходимо для анализа первых результатов. Игорь Гурьянов, Латнобеев, Телекомпания ТВ. В Магнитогорске начали готовиться ко дню рождения города. Напомним, в этом году ему исполняется 87 лет. Уже в это воскресенье, 12 июня, на площади Народной гулянии состоится открытый концерт классической музыки «Тебе, любимая магнитка». В связи с проведением концерта классической музыки, в воскресенье 12 июня с 17.30 и до окончания мероприятия будет прекращено движение транспортных средств по второстепенному проезду вдоль проспекта Карломаркса на участке между северной и южной сторонами улицы имени газеты «Правда», а также по северной и южной сторонам улицы имени газеты «Правда» на участке от проспекта Карломаркса до проспекта Ленина. Автолюбители просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Ближайшие выходные на ГЛЦ «Металлург Магнитогорск» будет жарко вне зависимости от капризов уральской погоды. Такой прогноз напрашивается по итогам пресс-конференции, которую дали руководители горнолыжного центра в преддверии большого праздника – курортного Сабантуя, намеченного на эту субботу. Сам праздник пройдет в рамках еще более масштабного проекта предпринимательского форума «Зауралье-2016», во время которого ожидается подписание ключевых соглашений между Магнитогорским металлургическим комбинатом и правительством Башкортостана. Первый пакет соглашений, касающийся экономического сотрудничества, рассмотрят в Сибае. Затем в санатории Яктекуль подпишут документы о создании туристического кластера. Курортный Сабантуй станет пилотным проектом так называемого событийного туризма, сегодня набирающего обороты. В программе праздника целый ряд ярких событий и настоящее созвездие как магнитогорских, так и башкирских творческих талантов. Всего будет пять площадок, разделенных тематически. Одновременно со взрослыми развлекаться на детском Сабантуе будут ребятишки. Мощный блок будет отведен спортивной составляющей. К традиционной борьбе куреш и конкуру добавится товарищеский матч по киберхоккею. Кстати, на курортном Сабантуе будет презентован Кубок Гагарина. Начиная с 16 часов в санаториях Яктекули и Юбилейной пройдут показы фильмов и спектаклей, посвященных Году кино. Праздник начнется в 10 часов утра и продлится до глубокой ночи. Организаторы обещают большой фейерверк и не менее зажигательную дискотеку. И ждут горожан на курортный Сабантуй в субботу 11 июня утром на ГЛЦ «Металлург Магнитогорск». О культуре. Очередную громкую премьеру готовит Магнитогорский театр оперы и балета. 16 и 17 июня труппа представят публике оперы Чайковского и Аланта. Ее постановкой в Магнитогорском театре занималась режиссер Московского центра оперного пения Галины Вишневской Наталья Дыченко. Она не только предложила новое прочтение произведения, но и значительно повысила уровень актерского мастерства солистов театра. Те, кто был свидетелями репетиции, уверяют, что на сцене бушует такой накал страстей, что оторваться от спектакля будет просто невозможно. На пресс-конференции Наталья Дыченко рассказала журналистам, что центр оперного пения Вишневской не всегда был ее местом работы. Более 13 лет жизни она отдала московской геликон-опере. Как современных, так и классических опер поставлено там было немало, но и Аланты в этом списке нет. Прямолинейная Дыченко не скрывает, эта опера ей всегда казалась чересчур плаксивой, что, однако, не стало препятствием для согласия на Магнитогорскую постановку, которая была расценена как возможность найти новое прочтение этого произведения. Иоланта – последняя опера Чайковского, написанная им под впечатлением от прочтения драмы «Дочь короля Рене». Это история любви, слепой от рождения дочери короля Прованса Иоланты и рыцаря Вадимона. Выбранное это произведение в театре ПАЛ благодаря пополнению женской части труппы. Совсем недавно в коллектив лились молодые солистки Наталья Кокорина и Ангелина Безрукова. Обе девушки получили возможность спеть Иоланту в разных актерских составах. Однако, по мнению знатоков, переплюнуть приму театра Оксану Сычеву им все же не удалось. Партия сложная, драматическая, она вся насыщенная, оркестр всегда полный. И надо наполнять зал звуком фразы огромные, чтобы было это красиво и достойно так по-русски. Нужно петь огромными большими фразами и полным звуком эмоционально, все в характере. Великолепный голос этой солистки магнитогорцы уже имели возможность оценить на спектаклях и концертах международного фестиваля «Вива-Опера», где Оксана нисколько не уступала по звучанию приезжим именитым солистам. В театре уверены, партия Иоланты станет для Сычевой по-настоящему бенефисной, позволив раскрыть ей не только вокальный, но еще и актерский потенциал. Считая, что точного звучания можно добиться только через полное погружение в образ, буквально каждую репетицию Наталья Дыченко превращает в уроки актерского мастерства. Я могу сказать только одно, что все актеры, которые были задействованы, я получила удовольствие, потому что они работали с интересом. Высокую оценку Наталья Дыченко дала и художнику спектакля Елене Соловьевой, которая была приглашена на постановку из Самарского оперного театра. Режиссер отметила, что Елене удалось создать очень красивые костюмы и удивительно воздушные атмосферные декорации. Здесь очень небольшая сцена, поэтому то, что касается сада, мы его вообще убрали со сцены. Его нет на сцене, хотя там все время появится какой прекрасный сад. У нас есть некие висячие сады Семирамиды, весь сад наверху. И на центральной конструкции, которая там работает в разных вариантах, еще как бы отдельный кусочек сада. В принципе, планшет сцены свободен, чтобы актеру можно было где расположиться. Такое сценическое решение, а также хороший актерский состав, позволит зрителю с головой погрузиться в эту наполненную страстями очень красивую романтическую историю, от которой, уверен и режиссер, магнитогорцы получат огромное удовольствие. Татьяна Артюменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска несколько объявлений. По данным Челябинского центра гидрометеослужбы, в связи с ожидаемыми 9 июня очень сильными дождями, в ближайшие четверо суток возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток в пруды и водохранилища, подтопление населенных пунктов горных районов склоновым стоком в районах выпадения дождей. Жители Челябинской области просят быть внимательными и аккуратными, и не рисковать своим здоровьем. И еще одна информация. По данным Челябинского центра гидрометеослужбы, 10 июня в крайних западных и местами в южных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность, четвертый класс горимости. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами. Будьте осторожны с огнем. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, также прогноз погоды на 10 июня. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 10 июня, в городе ожидается значительная облачность без осадков. Ветер северо-восточный с приходом на северное от 2 до 4 метров в секунду. Отдельные порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 8 градусов. Днем от 16 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы от 727 до 729 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова